Здравствуйте. Вот философия, которую мы в свое время изучали в институтах, она нам трактовала жизнь так. Вот все у нас в развитии происходит, а у развития есть две формы. Вот постепенное изменение и скачкообразное. Это называется переход количества в качество. Такой революционный процесс, что в обществе, что в технике, что в природе, что в живой природе. Вот, например, развитие живой природы, теория Дарвина, такое слово есть, ну, дарвинизм. Это, правда, такие слова с таким историческим немножко душком, с историческим оттенком. Сейчас правильно говорить так. Значит, сейчас скажу. Эволюционные теории, вот одним словом, вот так называется, во множественном числе. Эволюционные теории. Вот. Ну, так вот, эволюционные теории, которые, естественно, опираются на экспериментальный результат, они выяснили следующий факт. Вот, несмотря на то, что развитие вроде идет постепенно, но оно идет скачками. Не постепенно, все-таки, а скачками, ступеньками. Вдруг происходит скачок, бурный взрыв эволюции, да, формируются новые какие-то виды замечательные. Почему так происходит? И вот этому стали появляться объяснения. Я вам сейчас расскажу. Слово такое ученое, внимательно послушайте его, неотические формы. Вот, оказывается, у... ну, головастика возьмем, да? Знаете, такой головастика? Это как рыбка, да? Вот. Вот представьте себе, рыбка, у нее есть, так сказать, малек. И вот вдруг этот малек становится взрослым почему-то, но оставляется себе такие свои детские черты, но он взрослый, уже может размножаться. Да, вот это называется неотическая форма. Вот, может быть, однажды от такой неотической формы и произошли земноводные, например, да? Правда, не совсем понятно, как, потому что это вот впервые, наверное, так вот хорошо изучили неотические формы красноземноводных. Некоторые земноводные, типа амфибий, это и есть они, амфибий, типа саламандр, хвостатые земноводные, иногда вдруг могут оставаться рыбками всю свою жизнь и откладывать икру, да, то есть давать потомство, будучи фактически детьми, головастиками, да? А потом вдруг, вот, когда возможность подставляется, они становятся вот с лапками и бегают по земле уже, да? Вот они, неотические формы. Но говорить про биологию, про роль неотических форм, это фактически на уровне гипотезы, опять же. В теории Дарвина, на самом деле, была выдающейся гипотезой, так и вот то, что я вам сказал про неотические формы, это тоже гипотеза. Но вот в плане развития человечества, ну, это просто бросается в глаза. Вот, возьмите любой роман, в котором фигурируют ученые. Первый, кто мне приходит в голову, Паганель, помните, географ из бессмертного произведения Жулия Верна, «Дети Капитана Гранта», такой географ, вечно рассеянный, ну, большой ребенок, елки-палки, вот большой ребенок. И вот этот профессор, обычно такой образ профессора, большой ребенок, он все путает, он забывает прийти на свою свадьбу, да, вот так Кант, например. Он, однажды, забыл прийти на свадьбу свою, да, и остался холостым. Это Эммануил Кант, да, это с него списано, вот такое вот, для профессора такого типично. Так вот, эти вот неотические формы человеческого поведения, вот такие вот, не совсем взрослые, инфантилизм у нас это называется, инфантильные люди, они как раз и движут науку, да, ну, вот разве Эйнштейн, вот посмотрите на фотографию, ну, разве он не инфантильный, разве он не большой ребенок, разве любой вот большой деятель искусства, это не большой ребенок, который нуждается всю жизнь в опеке, да, чтобы им руководила там мама его, или жена, или там, кто им там руководит обычно такими большими детьми-то, чтобы командовали. Вот они, неотические формы. То же самое, в общем-то, происходит и в других областях. Ну, оно и в экономике так происходит, некие, появляются неотические, недоделанные формы какого-то, ну, скажем так, экономических отношений, предприятия какого-то, да, потом они завоевывают рынок, да, вот когда-то появилась какая-то такая, ну, почти детская, юмористическая идея о конвейерном производстве, да, а где сейчас вы найдете, так сказать, не конвейерные производства, нет, вы найдете, но их не так совсем много. Вот так вот неотические формы завоевывают мир. Спасибо вам большое за внимание. Удачи вам, всех благ.